Всем привет дорогие друзья! Сегодня поговорим о том, как должна проходить тренировка отстающих мышц и как должна быть построена специализация нагрузок. С самого начала скажу одну оговорку, что новичкам специализация не нужна. Очень часто можно увидеть, что новички, которые только начали тренироваться, бомбят в зале только руки и прессы. Прогресса, естественно, нет. Очень долго. Или нет совсем. Так как, чтобы выросли маленькие мышечные группы, нужно, чтобы сначала выросли большие. Потом, в итоге, добившись выпирающей венки на бицепсе, им кажется, что прогресс действительно идет. И увеличивают нагрузку на руки. Что является второй ошибкой. Новичкам не нужна специализация, так как они еще не обладают достаточной мышечной массой. Специализация нужна для того, чтобы убрать диспропорцию тела у продвинутого атлета, у которого образовалось отставание одних мышечных групп от других. Чтобы не стать мутантом, у которого развит только верх тела при полном отсутствии ног или груди, при отставании всего остального тела, нужно стараться с самого начала давать равновеликую нагрузку на все мышечные группы. Однако, и это не всегда является залогом равномерно развитого тела. Причина отставания одних мышечных групп от других причин, на мой взгляд, всего несколько. Неравномерность. Распределение нагрузки. Техника выполнения упражнений. Генетика конкретного человека хуже подходит для роста в отстающей мышечной группе, чем в остальных мышечных группах. Перетренированность. Отстающие мышечные группы. Скажу обо всем по порядку. Неравномерность. Распределение нагрузки. Это как раз то, о чем я говорил выше. Как правило, это и является основной причиной отставания различных мышечных групп, не только у новичков, но и атлетов, которые уже довольно давно занимаются в тренажерном зале. У каждого человека в зале есть такая мышечная группа, которую ему нравится тренировать больше, чем другие мышечные группы. У новичков это, как правило, пресс и бицепс, а у девушек это ягодица. Поэтому мы развиваем то, что тренируем. Одни мышцы начинают опережать другие в развитии, а это не очень хорошо. Одно дело, когда у вас отстают плечи или икры. И совсем другое, когда у вас развитый верх тела, а ноги как спички, например. Или довольно развитый плечевой пояс при сильной отстающей спине. Все это портит силуэт, и часто атлет начинает быть похожим на какую-то непонятную, не сформировавшуюся глыбу или на мутанта с неравномерно развитым телом. Вывод. Чтобы избежать диспропорции, тренируйте все тело равномерно, с самого начала. Техника выполнения упражнений очень частая проблема. Никому не хочется выглядеть лохом в зале, и каждый пытается выпендриться, чем может. В большинстве случаев это делают за счет непосильного для себя веса. Человек корчится, дергается, извергает различного рода массы из всех щелей, но все-таки пытается поднять этот явно большой для него вес. Это в корне неверно. Прогрессия нагрузки – это ключевой фактор роста. Да, но нагрузка должна расти без отрицательного воздействия на технику выполнения упражнений. Правильная техника – это способ максимально загрузить работающую мышцу, выключив при этом или минимально загрузив все остальные структуры, связки суставов сухожилия и мышцы, участвующие в этом движении. Проще говоря, та мышца, которую тренируем, должна работать, а все остальное должно быть выключено. Нагрузка должна попадать точно в цель, в тренируемую мышцу. Таким образом, вы будете лучше чувствовать ваши мышцы. Вы перестанете думать о весе на штанге и о том, как трещат ваши суставы. А будете думать о том, как работает ваша мышца. Вы будете сосредоточены на ее ощущениях. Вывод. Не надо утяжелять работу мышцы, непосильными для вас весами. Лучше взять меньше, но сделать упражнение с более качественной техникой. Выключайте из работы все то, что возможно, чтобы утяжелить работу тренируемой мышцы. Генетика. Не скажу, что фактор самый важный, но исключать его не стоит. Многие люди оправдывают отставание какой-то мышечной группы, неважной генетикой. Никому не хочется признаваться, что он просто занимается АБК. Но некоторые генетические моменты могут усложнить рост мышц. К примеру, мышца может быть более короткой, чем у других людей. И это будет осложнять ее рост. Это часто происходит с бицепсами и икрами. Икры вообще часто называют упрямыми ослами, так как растут они далеко не у всех. Людям с очень высоким ростом и длинными костями, как правило, сложнее вырастить мышечную массу, чем более низким людям. У людей среднего роста, 165-180 см, как правило, брюшки, мышцы короткие и связки создают более короткие рычаги. Поэтому это удобнее для силовой работы. Но я бы не стал давать этому моменту слишком много внимания. Так как многие чемпионы обладали неважной генетикой, но это не помешало им стоять на вершине славы. Просто они знали, над чем им нужно работать больше, чем остальным. Вывод. Генетика довольно важный фактор роста. Но в большинстве случаев все будет зависеть только от вашего желания. Перетренированность отстающей мышечной группы это случается, но очень редко. Как правило, все случается наоборот. Иногда атлеты начинают неразумно подходить к выбору способа лечения дистрофии какой-либо мышечной группы. Они просто тупо начинают тренировать ее до упадов каждый день. Например, пока только могут держать штангу или гантели в руках. Это плохо. Нагрузка должна быть достаточной для роста, но не избыточной. Есть такая пословица. В ложке лекарства, а в чашке яд. К увеличению нагрузки нужно подходить с умом. Во-первых, если вы хотите увеличить какую-то небольшую мышечную группу, икры, бицепсы, трицепсы, дельты, то можно не сильно снижать нагрузку на остальные мышцы. Скорее всего, ваших восстановительных способностей хватит для переваривания такой нагрузки. А вот если вы хотите сделать больше вашей квадрицепсы, то вам нужно существенно пересмотреть вашу программу. Так как восстановление такой большой мышечной группы требует немалых энергетических затрат. Вывод. Нагрузка должна быть достаточной, но не избыточной. Тренировка отстающих мышц. Как заставить мышцы расти, чтобы устранить отставание какой-то мышечной группы? Надо понять одну простую вещь. Чем больше мы тренируем мышцу по сравнению с другими, тем она будет более развита по сравнению с другими. Но нагрузка должна быть достаточной для роста, не избыточной. Другими словами, мы должны заставить нашу отстающую мышцу работать на максимум, но не должны ее перетренировываться. Поэтому делаем больше работы на отстающую мышцу, делаем меньше работы на остальные мышцы. По поводу первого пункта. Работу можно увеличить с помощью тренировочного объема, увеличить количество повторений, подходов, упражнений, частоты тренировок, увеличить количество тренировок на мышцу в неделю, траты энергии в подходе, повышать интенсивность за счет суперсетов, дропсетов, негативного отказа, техника выполнения, большая амплитуда движения, сохранение напряжения, пиковое сокращение, тренировочный вес в упражнении увеличивает нагрузку, но не гонитесь за весом, так как он нарушает технику выполнения упражнений. Все это просто. И я уверен, что вы знакомы с этими вещами. Это способ увеличить нагрузку на отстающую мышцу. Но есть и второй пункт. Это делать меньше работы на остальные мышечные группы. Почему? Потому что очень жалко терять заработанные тяжелым трудом результаты. Но на самом деле, в частном снижении нагрузки идет только на пользу, так как организм это воспринимает как микропериодизацию. Но это не единственный момент. Таким образом организм освободит ресурс восстановительных способностей для роста отстающей группы мышц. Отмечу несколько основных правил для тренировки мышц во время специализации. Специализацию можно проводить только на одной мышечной группе. Если вам кажется, что у вас отстают несколько мышечных групп, то, скорее всего, вам просто не хватает общей мышечной массы тела. За пару недель до проведения специализации на отстающую мышцу снисти на нее нагрузку. Отдохнувшая мышца гораздо лучше откликнется на специализацию, чем уставшая. Основная специализация длится в среднем 2-3 месяца. Потом нагрузку следует снизить и тренироваться по обычной программе. Не проводите две специализации подряд. Как минимум через раз. Это даст лучший эффект. Проводите специализацию в межсезонье. Тут можно не бояться повышения калорийности, питания и жира на животе. Чтобы вырастить маленькие группы мышц, надо, чтобы выросли большие. Ноги, спина, грудь. Специализированные тренировки надо делать не чаще, чем через день. Кроме икр и пресса. Иначе они просто не будут успевать восстанавливаться. Это самые основные правила, чтобы понимать, о чем идет речь. Как применять специализацию на практике. Все схемы сводятся к тому, чтобы увеличить нагрузку на отстающую мышцу. Уменьшить нагрузку на все остальные мышцы. Вариантов вагон и маленькая тележка. На практике в большинстве случаев это реализовать несложно. Например, нам надо накачать плечи. Они у нас отстающая группа мышц. Тогда мы можем тренироваться как раньше. А плечи тренировать не один, а два раза в неделю. Или, например, мы раньше делали по 4 подхода на плечи, а теперь делаем 7. Нагрузка повысилась почти в два раза. Также можно начать делать дропсеты со сбрасыванием веса. А можем вообще делать и больше подходов. И чаще тренировать и использовать дропсеты. Все зависит от вашей тренированности и восстановительных способностей, друзья. Определите, что для вас лучше. Для того, чтобы не сорвать ваши восстановительные способности, следует снизить нагрузку на остальные мышечные группы. Ничего из воздуха не берется. Тут, как и везде, действует закон сохранения энергии. Если вы потратите энергии гораздо больше, чем есть в вашей системе, то вы ее просто сломаете. Не доводите свое тело до перетренированности. Чем меньше отстающая мышечная группа, тем меньше нужно сокращать объем работы на остальные мышечные группы. Это относится к бицепсу, трицепсу, дельтам, икрам. Можете тренировать остальные мышцы практически в том же режиме. Соответственно, чем больше отстающая мышечная группа, тем больше нужно сокращать объем нагрузки при работе на остальные мышцы. Это касается ног, спины и грудных. Какой способ самый эффективный? Спросите вы. Эффективнее всего специализация сработает, если вы вообще перестанете тренировать остальные мышцы и сосредоточьтесь только на развитии отстающей мышцы. Это работает на 110%, так как все восстановительные способности организма сосредоточены только в одном месте. Помимо этого, вы сможете тренировать отстающую мышцу гораздо чаще, так как суперкомпенсация сверхвосстановления будет наступать у нее быстрее. Маленькие мышцы можно вообще тренировать через день, либо каждый день, если вы работаете в пампинг режиме. В таком случае вы удивитесь, как отстающая мышечная группа будет расти буквально на глазах. Но, честно говоря, мало кто на это способен, так как очень жалко терять результаты в остальных мышечных группах. Но, если вы решитесь на это, то гораздо быстрее исключите отставание. Выводы. Это основные моменты, которые нужно учитывать, чтобы тренировка отстающих мышц была эффективной. Лучшую схему составить себе со временем сможете только вы сами, так как она зависит конкретно от вашей мышцы, от размера ее отставания, от вашей генетики, тренированности, пола и возраста, а также восстановительных возможностей вашего организма. Учитесь анализировать, друзья. Это очень важно. Не только для составления себе грамотной тренировочной программы в зале, но и для более важных вещей, касающихся нашей жизни. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok